На территории военного аэродрома возле города Крымска на этой неделе состоялось торжественное вручение боевого знамени 10-му отдельному ремонтно-восстановительному полку. 17 августа стало днём рождения нового полка, организованного в Славянске-на-Кубане на базе двух батальонов в соответствии с указом президента России. Новое уникальное армейское формирование российских вооруженных сил. 10-й отдельный ремонтно-восстановительный полк на этой неделе обрёл собственное боевое знамя. На полигоне Крымск этот символ воинской чести, доблести и славы вручил заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, командиру нового подразделения Игорю Руденко. Военнослужащие формирования будут задействованы во время чрезвычайных ситуаций. Ремонтно-восстановительный полк предназначен для эвакуации и оказания помощи местному населению, для разборов завалов, работы в районах затопления, пожаров, для подвоза и усиления группировок войск. В его составе два автомобильных батальона. Сегодня вам вручено боевое знамя по представлению министра обороны указом президента Российской Федерации. Это символ воинской чести, доблести и славы всех вооруженных сил. Надеюсь и уверен, что ремонтно-вокационный полк отдаст все силы, свои знания и ум на поддержание и восстановление вооружения и техники и тем самым повышение боеготовности вооруженных сил. Материально-техническая база полка оснащена самой новой техникой. В будущем такие формирования создадут в каждом военном округе. В этот день на аэродроме Крымска проходили масштабные военные учения, манёвры, которые лётчики проводили совместно с подразделениями материально-технического обеспечения. Перед военнослужащими стояла задача вывести из-под удара несколько истребительных эскадрильей. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».